Всем привет-привет! Приветик! Ну, сейчас уже глубокое неутро. Сегодня воскресенье, мы позавтракали, утеплились хорошенечко, даже вон шапки, шарфики и варежки взяли. Саша же, конечно же, не слушается никого, он всех уважает. На улице тепло, плюс два, плюс четыре, в общем, на улице тепло, поэтому Саша без шапки, без варежек и без шарфика. Но мы наученные Сибири, поэтому мы очень тепло одеты с детишками, и я в том числе, я мерзляка, хоть и из Сибири, но я мерзляка еще какая. Сейчас мы поедем по окрестностям, посмотрим, где что мы еще не видели. Народу вообще практически никого нет на дорогах, все по домам сидят, чай, кофе пьют со своими родными и близкими, да, дальше продолжают встречать Новый год. Завтра опять рабочий день. Да, в Германии завтра уже рабочий день, школы, садики, садики открыты, мы Джимми можем отвезти в садик, а школы у нас еще пока все закрыты, еще неделю до 10 числа, а там будет видно. Не знаю, поговаривают, что не откроют, продлят наш локдаун. У меня в школу всегда не откроют. Не откроют, но неизвестно, откроют или не откроют. Ну, откроют, но будет так, как и было до этого, что нож, 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 нож. Ну, надеемся, что будет открыто и, опять же, нормальное русло обойдем, и будем учиться, ходим в садик и так далее. И, наконец-то, я, может, сдам экзамен по немецкому языку. А вы школу не устроили? Да? Нет? Она не поговаривает, что на две-три недели. Еще продают, да. Но мы же как обычная школа, или нет? Нет. Старшие классы не будут. А, только младшие классы откроют, да? Ну, слава богу, хоть Мэри Джейн будет ходить в школу. Это очень важно для первоклассников, для начальных классов. Потому что обучение на дому – это ненормальное абсолютно. Для меня это ненормальное обучение. Маленькие мы такие делаем. Первый класс, второй, третий – это невозможно. Ты их не заставишь перед… Компьютером сидеть, да? Да, это в наших классах уже по-другому, да. В первом классе что это за обучение? У нас пока что все зелено. Вот как вот видите, зеленая травка везде. И снежка у нас нет. Ждали, 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 ждали. По прогнозу погоды все показывали, что ходят тучки. Да, и сегодня уже… Саживают вот-вот-вот-вот. Сегодня воскресенье. Сегодня ночью будет. Сегодня ночью будет. Это макрый такой. Чуще тепло. Ну, я вчера смотрела, что в обед будет. Нет, там уже дождь стоит. Так что, поэтому… Не знаю, в этом году нам повезет или не повезет со снежком. Вы не представляете, когда я это увидела, аж дыхание у меня остановилось. Вау, какая красота. Тот, кто живет полгода в зиме, тот не может насладиться вот этим вот первым снегом. Да, вот так как вот мы здесь живем. И вот вообще ни одной снежинки. Вы себе не представляете, как это необычно, непонятно. И я до сих пор это не могу переварить в себе, что в Германии практически нет снега. И тут заезжаешь прямо, смотрите, полностью всё-всё-всё покрыто. Снег, снег, снег. Тот на снег. Тот на снег. Тот на снег. Тот на снег. Лавка классная. Саша удивляется, Лена, но ты же из Сибири приехала, где полметра больше, чем полметра. Столько лет жить. Да, прошел год, я под таким впечатлением увидев снег. В этом году первый раз. Дети снег увидели. Сколько радостей. Сколько радостей. Сколько радостей. Вот папа тебе. И на кого я похожа? Ах ты так, ах ты так, ну на тебе, эээ, смотрите какая красота. Мы находимся в месте, где есть маленькие водопады. И Саша говорит, когда очень-очень-очень холодно и мороз тает, они замерзают и превращаются в сосульки. Судя по тому, сколько мы встретили семей с маленькими детьми, по-честному, все дети помешались на снеге. Мы думали только наши такие, как будто первый раз, знаете, на землю упали и увидели снег. У нас со снегом была одна история, еще мы жили в Томске, пошли с детишками гулять. Ну конечно же, как же без лопаты, без вёдер, чтобы собирать снег или пить всякие штучки. Детишки набрали вёдра снега, принесли домой и начали готовить из него всякие разные вкусности. Ой, какие недовольные, какие несчастливые были. В общем, пока все это дело не растаяло, они не успокоились. А потом счастливые и довольные по ужинам легли спать. И, наверное, очень прекрасные сны видели. Со снегом и до сих пор. Только мама потом убирала и все растаяло. Ну, лужи, естественно, подтирали везде. Зато сколько радости у детей было. Поэтому они это очень хорошо запомнили. И каждый раз рассказывают и говорят, давайте наберем снега и мы принесем домой и будем из него что-то готовить. И вот мы практически дошли до водопадов. Красота. До маленьких. До маленьких водопадов. Теперь нам надо спуститься, чтобы увидеть все водопады. О, они вот там, с той стороны. Хорошо здесь поручни есть. Снег подтаял, поэтому ужасно слякать, грязь и можно поскользнуться. Папа, плюмс. Так бы ты хотела. Да. Очень. Поэтому я и снимаю. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не хочу. Пой, пой. Ну, вот они водопады. Красиво как. Здесь. То есть первая. И вот, паяют. И вот так, паяют… И что, мы встали? Смотрите, по левую сторону у нас осень. Листья сухие, жёлтые, мох зелёный, деревья голые, а по правую сторону у нас зима, снег лежит, ёлки покрыты снегом. Мы находимся на месте, где проходит формула Айнс. Даже в этом году здесь, два месяца назад. Вы посмотрите, всё-всё-всё абсолютно в снегу. А если к нам ближе к городу, то вообще ни одной снежинки нет. А здесь полностью всё покрыто. Вот там вот наверху холма Самбург. И много-много-много снега. Папа у нас забыл телефончик, вернулся опять в машину. Джейми уже весь в снегу купается. А мы забираемся наверх и будем лепить снеговика. Наш первый снеговик в Германии. В прошлом году снега мы не видели, снеговиков не лепили, в снежки не играли. Дети такие счастливые, радостные. Много ли для счастья надо? Немного снега. Смотри, как он лепкий. Знаете, что я давно не делала? Я всегда делала вот это. Ангела. Классно. Здесь тебя оставим. Здорово. Хорошо я одела трое штанов, две кофты теплых. Это птиц. Джейми снеговик. Давайте его облепим по снеговику. Ой, так здорово. Ну мы сейчас обязательно снеговика отдаем наступить. Начинай. Мы же не из мамы шнейман будем делать. Птиц. 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 Мама. Ты же сама хотела. Помнишь, как они еще... Когда были в Томске на карачках. Да. Еще маленькие были. Ты сама можно подрывать. Ухуаксим советы с галектой же. Мама. Вау! Да, Джимми тогда в Сибири не очень... Нет, он вообще выходить не хотел. Потому что сильный ветер холодный. Он всегда... Вит! 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 Любимые, колобками, колобками. Как раз три колобка будет для снеговика. Ты самый большой и нижний. Потом Мэри Джейн средний и Джейми голова будет. А я буду морковкой. О нет, это так... Мамы, ты делаешь байдинг? Нет. Мамы, пожалуйста! Мамы? На машине? Капель! Да я! Байос! Кап, кап, кап! Закидаем папу! Пока! И один колобок уже делаешь! Папа, отличная игра! Ну все, довольные, счастливые, полные снега, ботинки. Мы возвращаемся домой. В Нюнберг пошел мелкий снежок. В Нюнберг. В Нюнберг. В Нюнберг. Поэтому мы поскорее возвращаемся домой. Пока не стемнело. Пока совсем все не замерзли. Сейчас замочим в горячей ванне, чтобы не заболеть. Тебя первым. С красным носом. Ну я же сказала, что я буду морковкой у вас. Вы снеговик полный, а я буду морковкой. Поэтому. Было все классно, было все супер. Наконец-то мы заохотили этот снег, за которым мы все гонялись, гонялись, гонялись и ждали. Так что далеко его тоже от нас нет. Но все равно мало ли. Может вообще бы не увидели. 50 километров. Столько много. Необычно так. Практически сколько? 30 сантиметров, да? Смотрите, смотрите какая красота. Я все не могу налюбоваться. Шикарные елки. Они такие богатые своей вот этими ветками. Наполнены снегом. Правда же красиво. Мы заехали на заправку. У нас машина на дизеле. Поэтому вечером дешевле заправляться, нежели с утра. Поэтому сейчас быстренько позаправим и поедем домой. У нас дождик идет. Олени стоят. Елочка нарезана. Дети поспали немножко в дорожке. Сейчас новыми силами. Домой поедем из Яи. Оленята. Вот такие оленята. Саша до сих пор под впечатлением, как он развернулся, замахнулся снежком и прямо мне в камеру. Нет, это надо так стоять в цели. Это правильно надо встать, чтобы ты попал. В общем, было супер. Все было классно. Приехали домой. Детишек мы отмыли, накормили, спать уложили. Они кое-как уснули, потому что было море, море, море радости. Море смеха. Много эмоций. Отличных положительных эмоций. Много снега и много свежего воздуха. Вроде бы они должны были быстро отрубиться. Но что-то как-то они у нас наоборот. Очень долго засыпали, но мы в конце концов уснули. Сейчас мы с Сашей немножечко посидим, поболтаем. Включили фильм интересный про балерину. Но такой вот очень интересный, криминальный, захватывающий. Посмотрим на немецком языке, потому что я немецкий язык изучаю. И так вот, когда, знаете, смотришь фильмы. Я говорю, когда смотришь фильмы на немецком языке, я почему-то это все понимаю. Сказать ничего не могу. Надо больше болтать. Болтать на немецком языке. Нам тут задали вопрос, можно ли прививку ставить нельзя для онкобольных. Мы по этой информации немножко пошарились в немецких сайтах. И Саша нашел в газетах одну интересную статью, где говорится, что единые рекомендации для постановки вот этой вот прививки. Мы говорим только про немецкую прививку. Не знаю, как там остальные. Мы не будем это обсуждать и говорить, потому что мы не знаем. Мы только будем то, что касается нас. Правильно? Вот. Единые рекомендации для онкобольных, к сожалению, нет. Ставить или не ставить. Так как в группу, которая испытывала вот эту вот вакцину, прививку на коронавирус в Германии, не входили люди, болеющие раком. И второе, это, наверное, самое главное. Они не знают, как эта прививка взаимодействует с лекарствами и с тем лечением, которые получают онкобольные из химиотерапии, стартерапии и другими медикаментами. Поэтому они не рекомендуют онкобольным, которые получают на данный момент терапию, ставить прививку, потому что неизвестно, какая реакция будет. Они не знают, как это будет. Да. Вот это вот, как совмещаются вот эти вот. Да. Штудей по этому поводу нет, и они не знают, как это будет действовать. Поэтому... Просто без медикаментов, да. Да. Которые без медикаментов, да, рекомендуют. Те, кто принимает препараты и химиотерапии лекарства, они ничего гарантировать не могут, потому что нет исследований на этот счет, потому что только недавно прививка выпустилась. И еще что-то в статье было написано, что нежелательно для тех, у кого есть аллергия на креветки, раки, вот те, которые панцирные, вот эти вот. Так как коронавирус от... как они называются? Не обязательно. Не обязательно. Потому что именно креветка реагирует, получается, на аллергический шок. Да, аллергический шок, у кого... Да, аллергия на вот эти вот креветки, раки и вот эти вот все панцирные которые. И также тот, кто принимает препараты кроворазжижающие. То есть нежелательно. То есть вот эта вот вся информация, которую мы нашли на данный момент в германских газетах, немецких газетах. То есть я... Я лично прививку ставить не буду. Это мое мнение, это мое решение. Я решил вот так. Ну что будет через два года? Да, что будет через два года, мы посмотрим. Но на себе экспериментировать и входить в группу. Исследования я не собираюсь. Как бы так. И никто не поставит. Да. Да. Поэтому... Ну может когда мы встретимся, а когда мы встретимся, может в мае встретимся. Или раньше... Может и раньше встретимся. Надеемся, что не раньше. Да, надеемся не раньше. Надеюсь, мой организм именитет выдержит и бранц. Пара кодсов вообще не бракнется вниз. Все мои показатели крови. Но пока я чувствую себя очень хорошо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Чтоб не сглазить. Хорошо чувство, настроение отличное. Единственное, я мало сплю. Я Саше не даю спать. Не знаю почему. Последние два дня. Да. Последние два дня. Поздно очень засыпаю. Наверное, часа в четыре. И просыпаюсь. И целый день на ногах. И опять то же самое. Ну а так вот, чтобы вот такую вот усталость. По мне не видишь. Да. 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 И когда при химиотерапии, когда лекация, то у меня один раз упали очень сильно. Я вообще только спала. Прям подушки прикладывалась и все засыпала. Усталости нет. Никаких болей нет. Голова не болит, не рвет, не тошнит. Кушаю отлично, замечательно. Все, что прям не приколочено. В общем, пока все идет по плану. Пока встречаться мы с нашим онкологом не собираемся в ближайшее время. Ну а что будет дальше, мы увидим дальше. Так. Следующая неделя вот-вот наступит. У кого-то это уже начнется рабочая неделя. С наступившего с Новым Годом. У кого-то скоро будет Рождество православное. Поздравляем вам с наступающим Рождеством. У кого-то все праздники уже закончились. А что будет дальше, мы увидим дальше. Мы вас всех целуем и обнимаем. Оставайтесь здоровыми и не болейте. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова